Итак, в прошлый раз, так как возникло много вопросов, но они, естественно, не были подняты мною, он в той или иной степени, ну, моим рассказом, это взаимоотношения евреев и гоев, давайте такое слово употребим, и народцев. Вот, видите ли, тема сложная на самом деле, и я бы, если бы хотел ее рассказывать, рассказывал бы просто вот как положено от начала, а такие книги скорее принято рассказывать, ну, скажем, грубо говоря, от Талмуда, вот, такие темы. От Талмуда, а дальше смотреть, а дальше смотреть, как это преобразуется, и смотреть, как у разных вещей это преломляется в разных случаях. Вот, Талмуда, а дальше смотреть, и не слышал. Сейчас я включу, и что-то еще. Значит, ситуация выглядит следующим образом. Вообще, если подходить к этой теме грамотно, то я хочу заметить две вещи, что надо различить две темы, и они только кажутся простыми для развлечения. Первое – это отношение к гоям, то есть к инородцам, к нохреев, а второе – отношение к иноверцам, давайте такую формула скажем, либо конкретно к каким религиям. И это разные темы, вот, это надо понимать. Вот, давайте какой-нибудь пример, и он, мне кажется, будет правильным. Вот, для того, чтобы было понятно, что я в данном случае пытаюсь различить, какие темы, значит, вот, если я начну говорить слишком сложно, остановите и попробуйте свернуть меня с этим. Раби Шимон Бен Адрат, вопрос, насколько обязаны возвращать потерю неевреи. Ему задается такой вопрос. Первый вопрос, который он поднимает, вот, просто для образца. Он пишет на еврейте, значит, относительно Мишумада. Просто здесь очень хорошо проявляется вот это вот умение различать темы. Мишумад – это еврей, ну, в данном случае, перешедший в другую веку. Значит, два вопроса, которые ему задаются. Первое. Значит, относительно еврея есть отдельный закон, что евреи, которые находятся в помещении, труп, извините, евреи, которые находятся в помещении, оскверняют все, все находящееся в этом помещении. Это закон о шатре называется. Хумы тамэ бэ огэ. Это отдельный закон о трупе, который оскверняет все, что находится под одной крышей, в одном помещении, более точно сказать, с трупом. Значит, тут надо различать законы. Есть закон, который говорит, что любой покойник оскверняет, любой покойник, независимо от национальности, оскверняет тяжелой сквертой, семидневной сквертой, но при этом оскверняет прикосновение к нему. Я сейчас не буду обсуждать тонкости, что такое прикосновение, но оскверняет прикосновением либо могилой, что-нибудь в этом и душе. Еврей, дополнительная форма осквернения, а именно он оскверняет в шатре, вот лежит труп, и не прикасаясь к ним, не находясь над ним, вот просто находясь в одном помещении с ним, оскверняется все, включая людей, причем тяжелый скверный. Тяжелая скверна – это семидневная скверна, которая требует полноценного обряда очищения, включая крапления пеплом, и, в общем, возможно, только во времена храма. Ну, то есть там нету требований, чтобы был храм, но для этого нужно иметь пепел красной короны. Пока его нет, очищение от такой скверни невозможно. Ему задают вопрос. Вот теперь еврей перешел в другую веру. Два вопроса. Оскверняет ли он в шатре как еврей или нет? И отвечают, что да, оскверняет. В наше время, где так актуально, запрещено коину войти в место, где он похоронен или находится. В наше время этот закон об осквернении трупом, он актуален для коинов, потомков Аарона, которым запрещено оскверняться скверной смерти. Кроме родственников первой руки. Жена, родители, дети, сестры, братья. То есть конкретно я перечисляю родственников первой руки. Несмотря на то, продолжает рабящий Манбен Адрат, что можно ему давать в долг под процент. Дальше следует ссылка обосновывающая. Вот теперь дальше самая главная часть, к чему я все это привожу. Ибо дача в долг под процент и возврат потери милостивы, то есть тара, ставят зависимости от ахава, ахава, керескать, от братства. И это вообще-то, что лифним мишурат гадим. Лифним мишурат гадим – это вот что. Это когда человек делает то, чего не обязан делать по закону. Вот есть поведение, которое закон не обязывает, но я так поступаю из соображений, в данном случае, вот Ражба употребляет оборот лыгитхасет имхаахим, чтобы приведет милость, милосердие к братьям. Вот я хочу обратить внимание. Закон Тары Ражба комментирует, что требование вернуть потери и требование дать другому беспроцентному суду – это братство. Вообще-то по закону такое требовать не положено было бы. Потерял, а я нашел. Мне повезло, тебе не повезло. Это мои деньги, как беспроцентно. Но братские чувства требуют братских проявлений их в каких-то отношениях, а именно возврата потери брату и помощь брату деньгами без вознаграждения. А этот, мы шумат, мы говорим о евреях, решающих другую веру, не брат нам и нет нам обязанности оказывать ему место. Но скверну это зависит от того, человек он или нет. А он человек, а не скотина, и он входит в число детей, а именно дети в нашем роде. То есть, иными словами, вот почему, зачем я так старательно это заканчиваю. он четко разделяет отношение к иноверцу, как к брату, в данном случае это мещунок. Он нам не брат, но он нам человек. Вот теперь как раз вот здесь, если там, например, вот смотреть Рамбома, то в Муреновухим, я вот в данном случае не бешне, то рассмотрю Муреновухим, путеводитель главной книг по философии. Чего нет в книге? Вот это очень интересно. Я много раз говорил, что я очень люблю жанр комментарий к ненаписанным. Комментарий к ненаписанному означает следующее. То, что что-то не написано, ничего не значит. Но если ты ожидаешь, что это будет написано, а не написано, то это требует комментарий. Чего нет в путеводителе. Зато есть мишнатор, кстати. В путеводителе нет упоминания избрания народа Израиля как класса. Просто эта тема там ни разу не появляется. И причина тому она удивительно простая. С точки зрения Рамбома в отношении к неевреям, инородцам, вот не иноверцам, а инородцам, то вот давайте так вот, когда мы говорим о генетике, есть классический вопрос, который, все прочее, был обращен к Рамбому, но он еще много раз встречается. Может ли Гер, кстати, закон Мишны, может ли Гер произносить слова в молитве, которые начинаются оборотом «Элогейну в Элогей Авотейн» «Бог наш и Бог наших отцов». Хотя в биологическом, генетическом отношении у Гер его отцами не является ни Авраам, ни Ицхак и ни Яков, и он не имеет биологического отношения, он не может сказать про своих родителей, что это Авраам, Ицхак и Яков, про своих предков. Тем не менее, нету разницы Рамбом прямой текст, нет разницы между ним, между нами и им, ни в чем, и пусть его родословное не заставит тебя пренебрегать ею, потому что мы им анну мит яхасим эля врагам и Цхак и Яков, ватамит этого миша амар ваха Якова. Если мы в родстве с Авраамом и Цхак и Яков, то ты в родстве с тем, кто сказал, да будет мир. Ты в родстве с Богом. Если еще тщательнее разбирать позицию Рамбома в Мурен-Ухиим, то святость народа Израиля она проявляется в исполнении Торы и заповедей. Не в генетическом происхождении, и например вот в Мишне Тора конец первой главы как вследствие того, обратите внимание на логику, вследствие того, что Моше Рабейн наставник наш получил пророчество Он увенчал народ Израиля заповедями и сообщил им путь служения им. то есть путь служения и определяет кто здесь кто. Заповедь и путь служения они происхожли. А далее следует совершенно убойный пассаж и Моше Рабейн в своем пророчестве сказал, как нам следует относиться к идолопоклонству и тем, кто пребывает в заблуждении. Замечу, что отношение к идолопоклонникам и к идолопоклонству это разные две темы. Вот еще вот что такое аккуратность в анализе. Отношение к идолопоклонству и отношение к идолопоклоннику это две темы, которые надо различать. Это нам указано повторить. Это не должно идти от нас. Нам не дано заповеди презирать человека за то, что он идолопоклонник. Вы можете презирать идолопоклонство, но не человека. И это то, чего говорит Раба. значит я хочу обратить внимание на следующее. Все-таки мы имеем дело с евреями и у нас такие вещи никогда в догматику как бы не заходили. По этому поводу например Ягудаг Леви Кузари, а я много раз говорил, что я считаю, что это до сих пор непредвзойденный учебник иудаизма, причем и по форме, и по содержанию, и по логике время от времени отсутствующей. В том смысле, что переход от темы к теме может быть очень ассоциативным. Но все-таки автор поэта лучше нас чувствовать такие вещи, когда надо совершать такие переходы. Поэт такой из крупнейших. Он как раз считает, что святость народа Израиля она генетическая с Богом. Другое совершенно отношение. И, например, вот в отличие от Рамбома, он пишет так. Тот, кто к нам присоединился из народов мира, он не будет нам равен, но его потомки будут. То есть для того, чтобы быть равным, надо родиться среди народа Израиля. Это позиция Игуда Галеви. То есть как бы Игуда Галеви считает, что есть принципиальная разница между евреем и народцем. Рамбом считает, что разница может быть в убеждениях, но не в... Давайте еще один пример. Рамбом в главе о праведниках народа мира говорит, что Бен-Нох, который принял к исполнению семь заповедей потомков Ноя, то есть инородиц, есть Хелок имея долю в мире грядущей. Почему? Ответ тот же самый. Евреи отличаются от неевреи исполнением заповедей. Этот принят. При этом он добавляет, что ежели он исполняет эти заповеди в силу того, что он считает, что такое поведение разумно, а не потому, что так Бог повелел, то это мудрец народов мира, а не праведников народов мира. Вот эта тонкость, она довольно важна, потому что как бы рабом считают, что главный разлом лежит по взаимоотношениям с Богом. Кстати, Игуда Галеби тоже, но по-другому, по-другому расслаблен. И в этом смысле вот отношение к неевреям, давайте я чуть-чуть теперь ищу другое предисловие, я же обещал с Талмудом начать. В Талмуде есть целая трактат, который называется трактат Авудазара. Авудазара это идолопокладство, дословно чуждая служба, но на самом деле Элухима Харим, вот в Тории регулярно упоминаются чужие боги, здесь тоже чуждые, тоже Авуда служба, чуждая служба, а служба чуждому богу. Как это не странно, вот теперь вот что любопытно. Трактат Мишны Авудазара посвящен практически полностью предметам культа. Он не посвящен службе Самой Авудазара, он посвящен отношениями с предметом культа. Вот это неожиданная вещь, которая для тех, кто не читал Мишну, трактат Авудазара просто может доказаться неожиданной. Начинается Мишна с некоторого вот я прошу вот немножечко нам надо как нам надо относиться к другим людям. Я хочу заметить одну вещь. Давайте я чуть-чуть даже от Талмуда чуть-чуть скажу про пророков, может было будет понятно. В Танахе нигде, ни в одном месте, во всей Танахе мы не находим ни у одного из пророков, где говорится о вине инородцам за то, что они служат другим богам. Там много раз говорится, что евреи совершают такое преступление, служат другим богам. У всех пророков, когда эта тема затрагивается, о преступности служат другим богам, всегда идет речь только евреев. Ни разу и нигде не сказано о том, что кой, который служит Абудазара, он такой, сякой, этакий, и он виновен перед богом. Это нигде, ни разу, ни один из пророков не говорит. Вот боль, например, вот знаменитое место, так скажи помазаннику моему Корышу, принято переводить Кир, но я не хочу переводить слово Кир, потому что я не уверен, что это Кир великий, персидский, а не Кир за два поколения до него ассирийский. Не знаю, который из Киров. Корыш это несколько царей, и тут еще или Ксеркс, я не собираюсь сейчас выяснять, как его называли греки, но там обращение совершенно четко видно, что этот Корыш, которому через пророка Иешаян обращается бог, он дуалист классический, то есть религия типа зероастризма, когда люди верят в примиривший дьявола и бога, каждому воздавших половину, когда люди верят в существование доброго бога и плохого бога. Но обратите внимание, что так скажи моему помазанному Корышу. Дальше из контекста видно, что там надо передать вообще-то все эти половины теплые и светлые, и свет, и тьма, и зло, и добро. это от меня говорит сегодняшний, но он не говорит такой сякой немедленно прекрати свое долопоклосство и обратись ко мне. Да, учтите, что в этом зарастризском дуализме очень много богов, духов и так далее. На самом деле, а вот аккуратненько, я хочу просто, я вижу то, что мне посылают, я никак могу понять, кто почему-то здесь нету подписи, кто. Я вижу то, что у меня открыто это самое. Елена, да, к людям надо относиться хорошо, ко всем людям. Я полностью согласен. речь идет о реальностях. Речь идет о давайте так. Вот есть пример, который все, кто учился в университетах в израильских на любом факультете так или иначе связанном с историей или с еврейскими науками обязательно знает о Парижском Сангедрине 1808 по-моему году. Наполеон Буанапарт император, по-моему уже император к этому году в Франции собирает большое родительское собрание в Париже, называет вас Сангедрине, и там среди прочих представляет ему список по-моему из 10 или 12 вопросов. Вопрос четвертый и пятый предписывает ли вам ваша вера относиться к французам как к своим братьям? чтобы было понятно. И там есть ответ известный, ответ известный на этот вопрос известный. Я пока помолчу, не расскажу этот ответ, но сразу я хочу оговориться, что, например, закон Тары требует относиться, есть специальная тема, как относиться Герто-Шаф. Герто-Шаф это не еврей и народец, который получил вид нажительства, мы говорим про закон Тары, то, что соответствует современному виду нажительства в Израиле, и там по отношению к нему есть серия обязательств со стороны евреев, что к нему надо относиться по-братски. Это открывается широкие ворота для отношения с ней и время при желании. На чем Сангидрин Наполеона, кстати, или вот сюда, вот в эту сторону, смотрит в сторону вот этого. Теперь, вот, поэтому как относиться к людям, смотрите, это очень, да, меня учили ко всем людям стараться относиться хорошо. То есть по умолчанию все люди хорошие. и ко всем людям до тех пор, пока не доказано обратно, надо относиться хорошо. До тех пор, пока в каждом оттенном случае не доказано обратно. Я согласен. Но тут же вопрос о, не просто как относиться к чужим, но вопрос, как есть люди, к которым мы относимся как к братьям. а тут надо понимать, что вы находитесь в еврейской среде, а еврейская среда все-таки она, ребята, простые, они очень же не любят говорить о абстракции, абстрактной любви. У нас же на самом деле любовь и братская помощь, есть специальные законы о братской помощи. Например, законы о еде, о помощи едой и водой в двух бедствующих городах, например, закон о воде. Но при этом очевидно там, например, рассказ о том, как надо помогать вначале сам, потом семья, потом либо родственники, либо соседи, там идет некоторый спор, кто ближе, ближний сосед или далеко ближний, в смысле географически ближний сосед, который рядом или родственник, который далеко географически. Слиха, это Ахиха или Рееха? Это все Ахиха и Рееха, но при этом нет разницы. Это большой вопрос. Ахиха и Рееха в Талмуде, когда делаются выводы, то не видят разницы между Ахиха и Рееха вообще-то. Потому что я ни разу не видел точно так же, как вот в Галахе, вернуть потерянный, закон, который говорит, верни потерянный брату твоему. В Ахиха, да. Правильно, но отсюда брат, он не еврей. Но на самом деле точно так же строятся законы, например, Рееха, там, где сказано ближнему твоему. Потому что Рееха вообще-то Реа Реа это же арамейское слово, но оно вошло в иврит, оно библейское, но оно идет оттуда. И у него ближайший к нему корень в иврите будет Роца. подожди, ну а как же вы Афтолер Рееха, ну это же просто как бы не надо. Возлюби тот, кому, с кем ты находишься в отношениях рацион, желание добра друг к другу. Но это круче, чем Ах получается. Поймите, Ах, а я могу ненавидеть лютой ненавистью отношения с братьем, но у нас взаимное обязательство в силу недружественных отношений, а родственных отношений, это совершенно разные темы. Обратите внимание, вот давайте простой вещь, в истории братские народы, братские по происхождению, я имею в виду, генетические братские народы, чаще всего друг с другом и воюют. Война между небратскими народами, ну я не говорю там, когда приходят конквистадоры там и начинают вырезать местное население, я не об этих случаях говорю, но, а именно о войнах. Как правило, война идет с соседям, которые вообще-то чаще всего оказываются родственникам, правда? Но посмотрите, скажем, русскую историю, я, конечно, понимаю, что школьная история борется с дальними весьма народами, монголы, шведы, французы, немцы, да, два раза, но вообще-то куда-то деваются польские всякие дела и многочисленные войны, уж про киевские истории Киевской Руси и гражданские войны внутри нее лучше помолчим об этой истории, да? Вот. Отношения с братьями намного сложнее, но обязательства, они как бы обязательством вытекают из семьи, не из того, люблю я его или нет. Конечно, хорошо, когда люблю, но обязательства, они другого типа немножечко. Не слово «ра» нет, там нет слова «ра», в слове «рээхо» нет слова «ра». В слове «реа» обратите внимание, есть в браке, в благословениях, при браке, с дуртом мой, когда читают благословения во время свадьбы, значит, который создал Ашер Яца Адам Ахедва Верут Хедва Верут Ашер Яца Вот он, естественно, последний. Правильно. Кстати, обратите внимание, Сосан Весимх считается нормальными еврейскими именами. Симха при этом мужское имя, как это ни странно, я не слышал ни одной женщины по имени Симха. Ну, Симха, естественно, но индышевское произношение Симха. Хатан Вакала, жениха и невесту. Дальше следует серия синоним Гила, Рина, Хедва. Это, кстати, женские имена. Дицы не слышал. Хедва женское имя. Дицы имя женское. Дицы имя женское. Да, секретарша у Раверштензальца была. Может, она и есть сейчас. Хедва. Хедва, да. Есть рассказ о Агноне. Хедва и Ян. Правильно. Ахава – любовь. Ахава – братство. В эшалом. В эрыут. В эрыут. Эрыут. Сказал такие. Мы друг друга на все семейные праздники обязательно приглашаем. Вот эрыут – это вот такое отношение. Как же без Ицека на семейном празднике? Невозможно. Невозможно без Ицека на семейном празднике. Сто процентов. Это и есть ром. Но дело в том, что эти отношения, они все-таки аккуратненько. Вот эти отношения в Агапте-Лереха-Камоха, да, возлюбленного как самого себя, вы не представляете, сколько комментариев там есть по поводу того, кто туда попадает в понятие рейха, которого надо возлюбить. Замечен. Вот тонкость главная здесь выглядит так. Есть, оказывается, люди, которых я обязан любить. Вам не кажется, что это очень сильная требовательность? Я обязан кого-то любить. Хотелось бы точно определить. Скажите, пожалуйста, кого мне тут полюбить? Ну, во-первых, Бога. Есть обязанность любить Бога. Бога – это все-таки не Бог, это люди. Я попрошу. Так вот вопрос, где эти круги? Понимаете, очень приятно любить, как там угнетаемое население Африки, сидя где-нибудь в Москве. Но как бы особенно приятно его любить, то, что это не возлагает мне никаких обязательств. Ну, вот вообще никаких. Ну, разве что на митинге выступить какой-нибудь? Что по что? Кого там замучили? Лу-Мумбу, вот. Лу-Мумбу за что замучили. Чтоб я так знал, кто это, но кто-то в Африке. Чомга замучил, умучил Лу-Мумбу. Но чтоб я знал еще хоть что-нибудь про это. Вот. Ну, и в советском. Потому что вот, нет, 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 нет. Это вот, что такое полюбить, это отдельное дело. Кстати, я хочу обратить внимание. Любить надо Раеха, а вот отца и мать надо не любить. Их надо уважать. Уважать. Ты меня уважаешь? Почитать. А тот, кто их не почитает, вообще-то находится в определении проклятых. Он орует. В текущем недельном разделе, между прочим. И весь народ скажет о мы. Да. А любить это, это очень сложная вещь. Так вот. Я все это веду больше. И так вот, про инородцев это одна тема. Как к ним относиться. Вторая тема это язычники. Уважать ведь можно. Вот на этот вопрос, когда вы пишете уважать трудно, может быть, как раз с уважением легко, в том смысле, что я представляю, как, по крайней мере, вести себя уважительно. Меня, значит, очень старательно воспитывали на эту тему. И как там, скажи тете, здрасте, подай тете стул, скажи тете спасибо. Когда немножко подрос, вино вначале наливают тете и уважаемого человека, ну и так далее. Знаете, меня все и всему это старательно учили, как демонстрировать уважение. И знаете, всех нас, наверное, этому учили. Поэтому, там, кого куда посадите, как продемонстрировать уважение. Папа должен сидеть в углове стола, не дай бог сесть на его стул. Публично ни в коем случае не показывать свое несогласие с отцом. А может быть, и в отсутствии других запрещено называть отца по имени, даже в его отсутствии, а только аба, только папа, ну и так далее. Все эти правила, они как раз понятны. Там как раз просто. Вот что такое любить, это интересно. Вот теперь самое интересное именно в теме отношения к инородцам, оно находится в начале того самого трактата Аводазара, только уже не в Мишне, а в Гемаре. Гемара, как мы помним, обсуждение, причем мы пользуемся вавилонским обсуждением. Там идет длинный, довольно известный метраж о народах мира, которые в предыдущем соберутся у престолов Всевышнего. В предыдущем святой благословен он принесет святок Торы и положит его себе в, ну вот так, я не знаю, как это по-русски сказать, прижмет к груди и скажет. Тот, кто ею занимался, пусть придет и получит награду. Немедленно собираются к нему, все в настоящем времени, немедленно собираются к нему все идолопоклонники в перемешку, в арву вия. Как сказано, все народы соберутся вместе. Значит, ну, если кому-то интересен этот отрывок, значит, это пророк Ишаяху, естественно. Пусть все народы соберутся вместе и сойдутся племена. Кто из них сказал, пусть представят свидетелей своих, оправдаются, выслушают и скажут правду. Вы свидетели мои. Теперь, вот, соберутся все народы, скажет им святой благословен он, не собирайтесь в кучу, а пусть каждый народ и народ придет и выдвинет своих выдающихся предстоителей. Ибо сказано, и соберутся народы. А народ Вот здесь совершенно потрясающая вещь, что когда говорится народ, то имеется в виду нация, а нация – это народ, объединенный единым правительством. Значит, оказывается, народы, они разные. Первым выйдет римский народ. Почему? Потому что он самый значимый. Откуда известно, что он начинал? Ну, на самом деле, потому что это четвертый зверь в пророчестве Даниэля. Я не буду сейчас все обоснования приводить, но оно такое общепринятая вещь. А четвертый зверь, если вы там читаете пророки Даниэля, который придет и пожрет весь мир, как скот пожирает траву. Скажет, сказал им святой благословен, он римлянам, чем вы занимались, скажет ему, владыка мира, мы много рынков установили и много бань сделали и умножили себе серебро и злата. И все это делали мы только для Израиля, чтобы он занимался тормом. Я думаю, скажет им святой благословен он, глупцы, все, что вы сделали для себя, вы сделали. Поставили рынки, чтобы посадить на них шлюх и бани, чтобы на них ублажать себя. Я хочу тут заметить. Вообще, вот эта вот последняя история, она, есть, она, и есть ее вариант в трактате Шаббат, как известно. И там, как раз, это довольно интересно, потому что там, в трактате Шаббат, значит, они говорят следующее. Там спор, он совершенно замечательный, потому что там встречаются два мнения. По одному мнению, посмотри, как велик этот народ. И там произносят это, значит, раби Ягуда, раби Йоси, раби Шимон, и раби Ягуда, бен Герин, среди них. Начал раби Ягуда, сказал, насколько прекрасны дела этого народа, этого, это римского. Они поставили рынки, они поставили восты, они поставили бани. Правда, здесь не сказано, для того, чтобы Израиль занимался торой, это из трактата, на самом деле, это из Медраша Танхума, но неважно. Значит, раби Йоси промолчал, раби Шимон, бар Йохай, сказал, все, что сделали, сделает для себя. Сделили рынки, чтобы посадить там шлюх, бани, для того, чтобы углажать себя, мосты, чтобы на них собирать дань. Последнее мне безумно нравится, потому что последнее, это так вот, когда кто-то говорит про правительство, которое сделало что-то хорошее, то всегда найдется человек, который скажет, что это сделано для того, чтобы там налоги повысить. И вообще налоги тратит на это безобразие, как строительство каких-то грандиозных, мостов, это в общем. Ну и так далее. Я хочу заметить, что это довольно интересно, потому что спор раби Йохуда, раби Йоси промолчал, ладно, а вот раби Шимон, бар Йохай, который выступал по этому поводу, что значит, раби Йохуда говорит, довольно любопытный спор, кстати, я советую обратить внимание на такие вещи, раби Йохуда прекрасно понимает, зачем строят мосты, зачем ставят рынки, зачем умножают деньги и зачем строят бани. Для себя, для разных политических нужд, римских нужд, он все прекрасно понимает. Но мы же этим пользуемся. мы ходим через мосты, мы ходим в бани, мы пользуемся рынками, мы зарабатываем, в конце концов, на этих рынках. По этому поводу только хвала. Раби Шимон, бар Йохай, тот, который загор, вот этот, говорит, что ничего хорошего, они все это делают для себя, судя о народах по их замыслам, по их намерениям, а не по делам. Вот это вот трудность. Следующий этап будут персы, о которых будут говориться хорошо, вроде бы, что они восстановили храм, я напоминаю историю с Дарием, и просто я пытаюсь закруглиться. но чем интересен Медраж, вот дело в том, что я привел который дубль в трактате Шаббат, он про Ри, но Медраж нас интересует трактате Абудазара. В трактате Абудазара первое, что бросается в глаза, что к народам относятся не ко всему, не ко всем народам до арбувия скопом. Вот не гой и гой, любой нееврей, он гой, а как бы из того, что мы читаем, что отношение связано с политическим устройством, то есть мы относимся не к народам, а к странам, к державам. Четыре державы, которые идет речь, это именно державы, это не люди. И обратите внимание, что когда вначале говорят народы пришли до арбувия, то есть перемешку, то все начали говорить по очереди, по очереди. Но на самом деле ведь в такой форме они же не говорят, что это происходило нашим мудрецам, говорят, в будущем Всевышнему придут народы и так далее. Но это их отношение и выясняется, что это довольно любопытный момент, потому что в трактатах водозора начинается с отношения к народам, но при этом народы рассматриваются как политические народы, а не как римлянин, перс, курт и так далее. То есть это вот тоже очень полезное развлечение. То есть как бы у еврея есть отношение с государством, а не с римлянином. У меня как рядового гражданина или не гражданина, подданного, подданного, подданный, это тот, который платит налоги. У меня как у подданного есть отношения с молхуд, с властями. И отношения к Риму – это не мое отношение к римлянам, это мое отношение к Риму как к политическому образованию и его поведению. и я на этом хочу остановиться, просто потому что время тикает. Ну вот так. Если интересно продолжить эту тему, я могу в следующий раз ее быстро свернуть и пройти по тому, во что это преобразовывается дальше, быстро, просто простым просмотром. Либо продолжить также подробно, это уж на ваше усмотрение. Я за то, чтобы продолжить, тем более там просуку дальше будет невероятно интереснее. Не будет просуку, это не моя тема сегодня, это не тема эта. Я знаю, что тема просуку, она неожиданно в этом трактате появление темы просуку, она в исполнении пророчества, как мы помним, тоже Ишаяху, там просуку есть, там тоже пророк Ишаяху. Эти игрищи в исполнении пророчества Ишаяху. Ну, смотрите, это анализ Агады, это отдельный жанр. Я знаю, там вот Нехама Полонская, по-моему, очень любит, или Симонович, я не знаю, какую фамилию вы ее знаете, я не знаю. Подобей фамилиями вообще-то. Вот. Она очень любит эту тему, но это отдельная тема, разборка с Агадой. И надо сказать, это Агада Прасуку, сколько там написано современными, причем вот современных статей на эту тему, это угуде пристижило. Но окей. Тогда другой вопрос. Если я правильно понял, статус Гертушав дает повод относиться к этому самому Гертушаву как к брату. Это не повод, это обязанность. Это обязанность Торы. Окей. Обязанность Торы. Человек, который обижает Гертушав, он нарушает все, что может. Там несколько запах декрета нарушает сразу же. И если я правильно понял, вот этот ответ Сен-Гедрина Наполеону такой, он основывался на вот этой теме Гертушава. Да, они просто говорили, что к французам нужно относиться как минимум как к Гертушаву. Со всеми в эти... Кстати, это любопытный разворот темы, это действительно показывает на хорошие мозги того, кто отвечал. Это Раф, я не помню фамилии того, главы, делегации, которая составляла ответы. Но он как раз где-то исходил из того, что здесь действительно хорошо применимы законы Гертушав, но там есть одна понятная какая тонкость есть в законах. Для того, чтобы человек стал Гертушав, нужно, чтобы он принял семь заповедей на иноах. А там среди всего прочего запрет долопоклонства. Для того, чтобы сказать, что французы как минимум Гертушав, вы должны сказать, что французское христианство как минимум не идолопоклонство хотя бы для гоев. То есть вы должны прибегать к Рабейну Там, пса к Рабейну Там аль иньян шитув. Дело в том, что я не знаю, видел ли Рабейну Там Рава Саадия Гаона, который писал по поводу христианства, у него есть целый параграф, ну, такой параграф еврейский. Глава. Целая глава разбору христианства, который, кстати, как ни странно, в дальнейшем никто больше никогда, ну, были исключения, но в большинстве случаев никогда не делали. Он просто прежде, начать обсуждать об отношениях к христианству, просто перечислил четыре варианта христианства, которые существуют в догмате о, кстати, он единственный, кто это делает, который хорошо понимает, что главная проблема христианства не догмат о троице, а догмат о боговоплощении. Это главная проблема. И он перечисляет четыре варианта догмата о боговоплощении. Четыре варианта по сектам, три классические, он говорит, и одна новая при этом. Так, это десятый век. Девятьсот тридцать третий, что ли, в год, я не помню, девятьсот тридцать третий, без тысячи. И он перечисляет и указывает, в каких отношениях тогда какие проблемы у нас начинаются с их догматика. Перечисляет четыре варианта догмата о боговоплощении. И он считает, что главная проблема это. Троец это как раз это очень отдаленная тема. Как раз там нет проблем особых. И не с этим проблем. И он, по-моему, единственный, кто это делает. После него большинство народа избегали разбора течений христианства и о том, что возможно разное отношение к разному христианскому течению. После него как бы все предпочитали скопом говорить слово христиане, так как будто они все одинаковые. Что а, неправда, но б, может быть, со стороны всех этих внутренних тонкостей человек может и не знать. Вы уверены, что израильские вот моя попытка убедить моих детей в том, что когда они раз за разом турок называют арабами, я говорю, турки обижаются, они не арабы. Называй их турками. Мусульмане значит арабы. Говорят мои дети. Я не знаю, как сейчас, они выросли до сих пор. Но вообще-то мусульмане тоже разные, есть шииты, есть судиты. Это я, говорит, все знаю, но она на политолог у меня была, одно из образований ее. Она вообще-то юрист. Это я знаю, говорит, но какая разница? Со стороны как бы, вы думаете, она знает разницу в догматике между шиитами и судитами? А уж тем более попросить ее изложить, чем отличаются католики от православных? Я думаю, no chance. Поэтому обычно в кучу, и когда кто-то говорит христиане, он имеет в виду тех, которые он видел по соседству. Он имеет в виду вот этих. То есть посмотреть, где и когда живет, ты тогда-то поймешь, о ком он говорит. Ну да. Да. Но я имел в виду, что если наполеоновский Сен-Хидрин применил вот это основание на законе о Герто-Шаф без того, чтобы там было государство земля Израиля, законы Ювэля и все вот это. Это значит, что... Мне кажется, очень смешно, ежели буквально вы в законе Герто-Шаф собираетесь принимать, то закон Герто-Шаф применяется в земле Израиля к народцам, где евреи большинство. А там его пытаются развернуть и принять относительно основного населения Франции евреями, которые там меньшинство, которые по сути Герто-Шаф они там. Они там Герто-Шаф должны быть, но при этом они говорят, что юридически к французам можно применять закон по типу Герто-Шаф и тогда если не браться то обязанности по отношению добрососедских отношений на нас возлагаются. Спасибо. Как раз нет, как раз смешно то, что это на выбор, это Герто-Шаф на выбор применяется, что вообще-то Герто-Шаф там евреи должны быть, так по идее, но ежели политически говорить. Кто большинство во Франции? Наполеон собирает евреев в Франции. Окей? Там рассказ Наполеона и евреи это отдельная тема Наполеона и евреи, да, в конце концов вообще-то французская революция приравняла евреев в правах французов. Наполеон потом отменил серию постановлений отменяющих это сделал как раз. И равенат французский это Наполеон создал, он, кстати, до сих пор существует, наполеоновский равенат, как вот установил Наполеон, так он и существует. Но французская революция, какой равенат, вы с ума сошли. Как государственный орден. Вы с ума посохлили. Французская революция даже в голову такое не могло прийти. Но тем не менее вот это именно вот этот разворот неожиданный, но в котором есть логика, когда мы говорим об отношении между евреями и французами, в нем есть логика. Вот нельзя не признать, что в нем есть логика, и ежели там не собираясь анализировать, как строить закон этот сангидрит наполеоновский. Тем не менее остроумные ссылки вызывают уважение. Давайте так сфоколиками. Если можно, еще вопрос. В книге Кузыре рисуется такое отношение Израиля с Творцом, как такое чисто семейное отношение, точнее наше семейное. Тогда как понять те пророков неевреев, которых мы видим в Танахе, Белам и Ох, которые тоже общаются именно с Амая. Это главный аргумент Рамбова на самом деле. Рамбом, когда говорит о том, что есть пророки неевреи, Рамбом, это Талмуде идет. Рамбом просто цитирует Талмуд на пропалу и просто гонит прямой текст Талмуда в этом случае о том, что есть пророки неевреи. Более того, кстати, Талмуд по серии Медрашей Белам как пророк может быть и посильнее Мошеба. В смысле по качеству. Но, скажем, вот, вся история Йов там, кстати, среди пророков и про Йова напрямую говорится, что он нееврей. Это основная линия Медрашей всех, кстати. Ну, там есть другие мнения в Талмуде проведены, но основная линия Медрашей, что он нееврей. И коммендаторов практически все говорят, что он нееврей. Но в конце содержится намек, который приравнивает Йова как минимум к Авраам по формуле и помолится за вас, ибо он пророк. Это то, что сказано про Авраама как раз. Этот намек совершенно прямой. Туда же прими. Но как бы а что отрицает? У нас с Богом родственное отношение, что мешает иметь пророков неевреев. Кстати, у Рамбама это в послании, в Еменском послании и не только, еще там в серии высказок по поводу и в Муреновухим тоже, о том, что мы не считаем, а и в Мишнадурах кстати, это тоже есть. Мы не считаем, что пророк бывает только евреем. Это уже усмотрение Бога. Другой разговор, что вопрос Рамбам посчитает, что пророк, является человек пророком или нет, это по решению Бога. Человек может подготовить себя к тому, чтобы Богу было угодно упокоить свою шехину на нем или Рох послать в Рох афотеши святую речь, но решение целиком принадлежит Богу. По крайней мере это точка зрения Саадия Гаона, с которой я вообще не могу представить, как можно спорить, на Кузари. А вот у Рамбама он еще один вариант пророчества представляет эзотерического плана эдакий. Не буду ходить слишком долго и слишком сложно. Не буду. Спасибо. Друзья, пожалуйста, вот Малкий Цедек, который встречается с Авраамом, он сказан о нем, что он коин Бога Всевышнего. Или Мьен. Да. Значит, он как бы служит не по Таре, он как бы служит по-своему как-то. То есть, получается, что, может быть, кто-то признает Всевышнего служит, но евреи служат просто по-другому. Да. В том числе и евреи, допустим, есть, конечно, заповеди Аллаха и все, он это все соблюдает, старается это все сделать, но могут быть какие-то промежуточные варианты, когда он понятно, что не все Аллаху или что-то он там по-своему или что-то он там значит, служит как бы частично, то есть, он еврей, как бы, но не даже не то, чтобы не делать, то, что не делать, потому что он там не успешен, но он не стремится. В отдельную тему, поймите, простую вещь. Эту тему хорошо разобрана Рабейна Бах и Бан Пакуда, и лучше, чем у него ни у кого с тех пор. Книга называется Ховод Галвавод, Обязанности Сердвец. и у него есть подробный разговор о двух религиях. Религия общественная, как институция, и религия, как фоя, как личные отношения с Богом. он аккуратно демонстрирует, что одно без другого не может существовать. Но при этом он задается вопросом, я говорю про классическую еврейскую книгу, абсолютно. Он задается вопросом, что должен делать человек, у которого его личные убеждения и веры расходятся с общественными. ответ вообще-то скрывать надо это от окружающих. Но если ты окружающих больше терпеть не можешь, для этого у тебя есть пустыня. Можешь идти туда. Я есть, не понял. Пустыня есть для этого. А, пустыня. И туда. Но при этом он признает, что есть люди, которые вышли на тот уровень, где они сами уйдут в пустыню. Что они сами плохо слышно. Сами уйдут в пустыню, потому что с людьми им трудно. Такие люди есть, мы знаем в истории, например, Уриэль Дакосты из знаменитых персонажей на эту тему. Но как бы общественная религия как институция это слишком важная тема. Это сегодня почему-то принято упорно ей пытаться пренебрегать и доказывать, что каждый должен сам это делать, это вранье. Это если каждый сам, то я могу сразу сказать вам, что это выведется в какой-нибудь вариации на тему гедонизма обычную с дикой скоростью. Много раз проверили. Человеческая история много раз доказала, что религия не оформлена в какую-то институцию. Опять, мы признаем, что есть люди, для которых это не подходит. Но это их проблемы. Но они не имеют права разрушать это. Вот такой промежуточный вариант. Вот есть интеллектуалы, это правда не в нашей религии, больше в другой, которые говорили там, гетты, что религия, в смысле такого, как институт, она необходима для народа. Они это все признавали, они это уважали. необходимы не только для народа. Они плоско мыслят. Вот автор мыслит куда лучше. Это необходимо не только для народа, это необходимо для них тоже. Ну да, это необходимо для них, но они считают, что они компенсируют чем-то другим. Называется это грех гордыни. Не потому, что они горды. Они просто горды. это гордыня. Гордость и гордыня это две разных вещи. Это не гордыня, что они гордятся этим. Они просто заняты. Гордыня это не то, что гордиться. Это совершенно другое. Слово гордыня означает совершенно другое. Это человек, который считает, что он находится выше остальных и сам лучше знает. И плевать ему на всех остальных. Это неправильный подход. И честное слово, прежде чем сказать, что я с чем-то не согласен в понимании Торы, я вообще-то смотрю довольно много мнений по этому вопросу, потому что как бы положено все-таки посмотреть, что до тебя по этому поводу говорили. Может быть, есть умные люди. Причем регулярно оказывается, что то, что ты считал крайне юридической и взмутительной мыслью, как ты можешь, я такой высокий и сильный, что я дошел, что все думают неправильно, и вдруг ты обнаружишь, что куча народа считает это ровным местом, что им очевидно именно так, как ты думаешь. Имеется в виду, что он компенсирует это, допустим, своим мышлением в каких-то других областях. То ли он занимается искусством, то ли он занимается философией, то ли чем-то. договорились, а вот я что-то не понимаю, ежели он замечательно поет голосом, то при чем здесь религия? Почему его мнение о религии для меня что-то значит? Это не мнение ваше, допустим, а его собственное мнение о том, значит, может ли он ходить на молитвы три раза, может ли он все это вот делать? А это да, да, есть люди, которые не могут три раза в день ходить на молитвы, это нехорошо, но совершенно не обязательно рассказывать это всем подряд. Ну, понятно. Обязательно этим гордиться. Да, это недостаток. Это недостаток. Есть, у меня есть недостаток. Молчи в тряпочку. Кстати, евреи говорят, что если у тебя есть недостатки, молчи в тряпочку. Совершенно не обязательно рассказывать всем. Мало ли у кого какие недостатки. Хорошо, он поет, он поет очень хорошо. Эмиль, мы должны отпустить меры. Эмиль, пусть поет, я ничего против не имею. Хорошо, ладно, я понял. И пусть не поет по Литву, это опять его отношение с Богом. Но когда он начинает пропагандировать, начинается другая история. Окей. От того, что он, у него какие-то собственные дела есть, это его отношение с Богом. Это почему это мои отношения с певцом, мои отношения с ним как с певцом, это я его слушаю. Я наслаждаюсь, как он поет. Это мои отношения с ним. А какое мне дело до его молитвы, это его отношение с Богом, но я-то тут при чем? Понятно. Ну, хорошо, значит, да. Окей, Мейер нас убедил. Эмиль, дико извиняюсь, приходите к нам в Телеграм. Мы на этом заканчиваем, Мейер, правильно? Да. Окей, значит, в этот Йом Решон мы еще пропускаем, а через Йом Решон с Божьей помощью мы приступим к Сефир Йона. Все приглашаются. Все, замечательно. Всем спасибо, Мейеру огромное, всем остальным просто спасибо. Всем счастливо, пока. Все хорошо. Пока, пока. Пока.